Почему? Камера такая. Людей интересует, зачем мы сюда пришли. Чтобы указать людям, что здесь делается греховно и постыдно, и за это суд Божий грядет. Чтобы верили в Евангелие, как написано. Что никакие прелюбодеи, блудники, пьяницы, развратители, матерщинники, Царство Божие не наследуют. Их ждет огонь вечный вместе с сатаной. Очень познавательно. Спасибо. Вы считали эту книгу когда-нибудь? Ну да. Ну как там говорится в Евангелии? Как надо жить? Господь говорит, будьте святы, как я свят. А здесь малые дети видят, как разбратищи, открыто. Это ни на одном ресурсе, ни в Ютубе, нигде. В Ютубе это сразу все бы сожгли. Господь призывает людей. Веруйте в Евангелие. Покайтесь и проповедуйте Слово Божие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Конкретно и четко. Что же так это? Пустились во все тяжкое. От пустоты жизни это все. Половина мужиков голые валяются. Процентов 80 мусульмане. А эти для них разницы никакой нет кто. Ему официально разрешено нас четыре жены иметь. У них разврат не считается за грех. А русские подставляются под них. Вон, каждую платит Колым огромный дом. А тут 44 и голые бесплатно. Вот они сюда и лезут. Как мухи на навозной лепешке. Поближе к микрофору подойдите. Я говорю, почему только русские? Да. Не только. Неверующие. Почему человек неверующий? Потому что он очень хочет, чтобы ни за что не отвечать. Я атеист. То есть я творю безобразнующее, умру и ничего не будет. Но так не будет. Сама совесть говорит сейчас. Слово справедливость мы можем приложить только к Богу в полноте. А ее нету справедливости. Иоанн Златоуст говорит, значит, она будет в том мире восстановлена. И каждый ответит за свои дела. А то придумали олигархи. Да нет этого слова. Грабители. Ограбили народ и страну перекачали в Израиль да в Америку. Что ж открыто-то не сказать. Господь говорит, что дьявол есть лжец и отец лжи. Всякая ложь от сатаны. Приущели лгать. Муж обманывает жену, жена мужа. Дети, родители. Правители народ обманывают. Так нельзя жить. Это не жизнь. Это Содом. А Содом сгорел. Мужик на мужике женится. Обезумели совершенно. Ни одна скотина в природе не делает то, что человек делает. Имеющая разум. И предположительно, что у него может и совесть где-то еще чуть-чуть есть. Я говорю, вы православные советы, да? Да, мы православные. Православные зовем людей ко Христу. А если есть храм рядом у вас где-то там в городе, сходите в храм. Сейчас Великий пост идет. Вот через три недели, теперь уже не полных, будет Пасха Христова. Сегодня самое длинное богослужение в году. Самое длинное. Вечером будет. Канон Андрея Критского покаянный. Считается полностью. Вот сходите в храм, помолитесь. Там только одно «Помилуй меня Божье», «Помилуй меня» будет 250 раз звучать. Если у вас есть желание узнать больше, вы можете зайти на наш ресурс. У нас канал есть. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Он очень большой. 14 700 роликов там. Как мы строим православную деревню. Как действовал православный детский лагерь. Как воспитывают детей. Храм. Мы с нуля начали строить своими силами школу. Храм. У меня такой вот вопрос к вам. Давайте. Ну вот смотрите, я католик. Как? Ну, я... Ну, как бы, меня предстоит латвий. Я католик. Католик. Ну и что? Что католик? Католик тоже человек. И Бог будет судить. Это церковь настоящая. Со множеством заблуждений. Они имеют начало от апостола Петра. Я никогда в конфликт с католиками не вступал. Никогда. Хотя я 56 лет миссионер по всему миру езжу. С баптистами, со всеми. Потому что католики самые близкие около нас. Но они очень далеко ушли. С 1054 года. Мужчины, даже папа, бреется. Откуда это взяли? Крестить не крестят. Побрызгали. Крещение означает погружение. Другого перевода нет. Если вы зайдете, повторите. Врослых как крестят. Что-то мне так плохо слышно. Еще раз. Я говорю, взрослых как крестят. Ну. Что-то, да, Христа, Христа. Вы о кресте говорите? Я говорю, ну смотрите, вот я, допустим, да, католик. Ну, это я понял. А сейчас хочу пойти покрестить кого-то, ну, в православной церкви. Я ничего не могу сказать. Я не понял, потому что какое-то эхо раздается. То ли слишком близко, то ли что. С католиками разговор один. Вернуться к первой истоку. К первой истоку. Это какой? Это и в апостольские времена. Потому что символ веры, когда веру во единого Бога Отца составляли, тогда не было католиков и православных. Это в 1054 году только разошлись. Западная и Восточная церковь. А до этого все было одно, одинаково молились. Церковь единая была. И разделилась она. Не, не счета вина была католиков. Они решили там новое добавить слово. А сами подписались не добавлять. Называется филиоквы. От Отца и Сына. Хотя доказать можно то и другое. Но уже решили. А за этим последовали другое. Почини под папскую туфлю всех. Что папа главный среди епископов. А это нигде не было. Апостол не был главным Петр. Его даже Христос сатаной назвал. Тогда и высадок сатаны. Так же нельзя рассуждать. Когда он... А Петр стал уговаривать Христа, дескать, Господи, не ходи и умирать. Зачем страдать? А Господь ему говорит, отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что и человеческое, а не Божье. Я не умру за грехи людей, вы все в ад пойдете. А веруя в меня, я грех мира на себе понесу. Вы имеете жизнь вечную. Петр-то тоже он... Ну, по жалости, так скажем. Это страшная казнь была в римском государстве. На кресте, прибитый. Человек мог даже и не один день мучиться. Мы проехали с миссионерской поездкой в католические страны все. И в Ватикане были. У меня вышли книги, 38 книг. Я подарил книги папе Франциску, Венедикту. Мы с ними встречались в Германии, собирались люди в Португалии, в Испании. Там мусульманские страны. Но там и православные есть. От католиков лично мне никогда вреда не было нигде. Меня даже за это тут ругают. В Томске были, а там костел католический. И мы туда пошли. Сестра и племянники. А потом вышли, мы уезжаем. А его звать Андрей. Как Андрей. Я подошел к нему и говорю, благословите в путь. Но у православных это не положено, что к католику. Но я по-другому понимаю. Он меня благословил в путь. Потому что нам длинная дорога была. А я ему книгу подарил свою. Он вышел, до того удивлялся. Это вы сами писали. Ну я 40 лет на эту книгу потратил. Материал собирал. Хорошие отношения. Нормальные просто. Если не сказать больше. Но это конкретно только. Мы двое. Я о других не говорю. А воевали, там нападали. Рыцари. Ледовое побоище это было. Это никуда ничего не денешь. Инквизиция. Вот это все. Индульгенция. Но тоже не божье. За деньги откупаются грехи. Яна Гуса сожгли. Но это тоже и было у православных что-то. Ну как. Надо же бить не было. Этот молот ведьм. Теперь, конечно, дело прошлое. Жордана Бруно. Там это вспоминает Галилея. Нам сегодня надо найти истину. А она во христиан. Говорит. Я есть путь истины и жизни. Нам делить нечего с католиками. Мы от одного древа растем. Вы говорите, что уезжают в Америку, в Израиль. Да. Но в Израиле же тоже есть христиан. Там стрелили религию. И мы были в Америке. Я много ездил по ней. Знаю. Там католики нам, я не знаю, были или нет. Я большие доклады делал. Там разные были. Национальности, корейцы, китайцы с перевозчиками. Я тему избрал. Я про Израиль. Я говорю. Повторите. Про Израиль вам говорю сейчас. Вот сейчас мы познакомились. Ну, на меня они вышли сами. Католики. Он католик. А она католичка, но литовка. Ну, похоже, что они уже православные. Они все мои книги 38 томов выписали. У нас вот один человек нуждался там в помощи. Они его пригласили к себе в Испанию. Он уехал. Они увидели, что у меня детский лагерь. Не хватает там какой кухонный аппарат. Они сразу деньги выслали. Ее звать Ирма. А он Регис. Регис. Такое имя интересное. Ну, наверное, тоже литовец. А Прибалтика-то она там католическая, протестантская. Вот мы пришли людям возвестить радостную весть о Христе. Чтобы считали Евангелие. Показываешь Библию. Некоторые в глаза не видели. Ничего не считали. Вот здесь много мусульман. Процентов 80. И вот они начинают там. Это не это, это так. Нет. Я говорю, вы не признаете Библию? Ну, вот вроде не так. Я тогда вот это достаю. Я говорю, а это какая книга? Как называется? Показываем. Вот это как? Коран. Я говорю, ну, а теперь читай, что написано? На 100 человек ни один не мог написать. Как у вас дела? Дела с Богом всегда хороши. Потому что, что бы ни было, говорят, у Бога нет плохой погоды. Если мы встали, помолились, попросили, чтобы воля Божия в нас была. Отче наш прочитали. Нам только надо соглашаться со всем, что Бог допускает до нас. Быть благодарными, что жизнь продлил, разум сохранил, что у нас много друзей, много врагов. Это все Господь попускает, чтобы мы могли перенести и получить обещанное царство. Уверовать, что Он умер за каждого из нас. И как нужно переносить, допустим, трудности, болезни? Верой, верой, вот у брата моего, он священник, была одна прихожанка, она мастер спорта, кажется, была. И когда крутилась она на коньках-то, и конек попал в щель. Нога у нее замерла, а она сама еще продолжала поворачиваться. Что там с ней было? И вот она лежала, в ней, я не знаю, что у нее двигалось, но как-то она вот так все делала. И вот спрашивали ее, я с ней переписывался, я говорю, вот вы тогда были такая и такая, но тогда была неверующая, а сейчас верующая. Хотела бы вернуться, ни под каким видом. Недавно у нас умер один, он прыгнул, а парень здоровый, под два метра. И головой ударился, там бревно проплывало. Да этого не было. И ни раньше, ни позже. У него семь позвонков, и в Дребенске перерезали этот столб. Он 17 лет лежал, все скрюченное, только... Здравствуйте. Я хотел сказать здрав, будь бояре. Только будем говорить, чтобы ни одного правого слова не говорили, без матерков. Постараюсь, постараюсь. Обязательно постарайтесь. Вас что-то интересует, можете спросить. Ну, атеиста, может быть, что-нибудь интересовать? Ну, атеист, конечно, человек несчастный, он обманывает сам себя, что атео, то есть, фактически означает против Бога, в которого не верят. Уже абсурд, нонсенс. Дальше. Ну, в Библии описано, что человек должен сам выбрать свою веру, правильно? Правильно, правильно. Бог дал свободу. Вот именно. А почему тогда встречный вопрос нашей Белоруссии, как вы сейчас видите, возможно, и вашей в России? Ну, потому что мой как бы крестный отец сам из России. Меня крестили в три месяца от Рождества Христова, как я родился. Я сам не понимал, что я делал три месяца от Рождества. Ну и что? Вывод-то какой? В Библии описано то что? Человек должен выбрать сам свою веру. Ну, правильно. Почему меня против себя, против своего же мнения крестят, ведут, вводят меня в православную веру, либо в какую-нибудь бакатолическую, ну, какие там есть еще. Ну, хорошо, я вам буду отвечать, вы только не перебивайте. Дело в том, что придя в возраст, вы можете изменить положение. И в Духа Святаго Господа Истинного, Животворящего, и же от Отца Исходящего. И же с Отцем и Сыном, с поклоняемой и славимой глаголовшего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение в оставлении грехов, чаю воскресения мертвым и жизни будущего века. Аминь. Это наша кредо. Это хором, и все прихожане в храме так поют. Во что мы верим. У вас, может, какие-то вопросы есть? Потому что это немалое дело душу спасти. Мы молимся каждый день, чтобы Господь послал добрых проповедников, миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И чтобы возвестил Господь всем о великой Божьей любви, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Иисуса Христа на страдания, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот с этой радостной вестью о любви Божией мы пришли в это место, где всякое беззаконие творится. Люди не верят в Бога, поэтому все так и идет. Я вот здесь уже 70 дней, по милости Божией, сколько людей найдено добрых, сказать им о Боге пришлось. Вот, примерно, половина мужики голые, почти все едят и пьют. А чтобы встретить вот так, одетого, нормально, редко. И примерно 80% из 100 тысяч в рулетке в этой мусульмане. Я с ними много говорил. Голову выше-то, плохо один нос видать только, вот так. У вас какие-то вопросы есть? Только без ругани, чтобы было. Да, без плохих слов. Поближе к микрофону. Я даже не знаю, что вас спрашивают. Чем вы занимаетесь? У вас какие-то личные вопросы есть? О спасении души, о вечности. Люди видят, что валяются добрые такие сильные мужики, и никто их не жалеет. Почему? Я вот никогда не видал, чтобы столько мужей здоровых, голые, брошенные лежали. Кто их отравил? Обкурили их или что? Видно, что глаза нормально смотрят. И на костях мясо есть у них. Не исхудали они. Да и не похоже, что шибко пьяная. Что случилось-то с вами? Жена из дома выгнала, все отобрала на элементы или как? Горе какое быть неверующим. Беда. И примерно процентов 80 мусульмане. Как их сюда понанесло столько-то? Зачем? Я вот 70 дней здесь и нашел ответ самый точный. Ну, я им говорю так. Дома у тебя разрешается по вашим правилам, по вашей религии, 4 жены иметь. Но каждая стоит колым. Надо платить за нее, работать. А тут двоечник. Андрей Терновский вот этот ролик придумал. И сюда мужики хлинули. Почему? А здесь не 4, а 44 жены даром и голые. А вы, как жеребцы весенние застоявшиеся за зиму, прибежали тут, чужих кобыл нашли. Вот причина какая. Вот начинаешь говорить им. Я говорю, а вы хоть что-то считали? Хоть когда-то что-нибудь. Ну, гляжу, прочитали. Шесть букв могли прочитать. Все-таки грамота есть. О, а у нас не такая книга. Я говорю, ты сначала прочитай ее, которая на 600 столетий. На 600 лет раньше книга эта была, а вы обтрясать будете. Да нет. Ну, а какой вы верите? Ну, у нас другая книга. Я тогда показываю. Говорю, может это? Ну, да. Я говорю, тогда считай. Что написано? Еще ни один не мог прочитать. Я не говорю, что я уберу, а ты напиши, что тут прочитал-то. То есть не знают ничего совершенно. Я говорю, вы еще обижаетесь, когда вас называют щурки с глазами. Почему вы такие-то? Вот мы ездили с миссионерской поездкой. Шесть мусульманских республик, Турцию прошли. Я везде дарил книги. И нам ни одного мусульманина не встретили, с которым плохо бы к нам отнесся. В Чечне как родных принимали. В библиотеке фотографировались там женщины такие. А как одеваются они прекрасно. У нас общины строгие, православные. Одеты в два платка, как хиджаб. Так мусульмане тут, я не знаю, и схвалили наших. Какие русские люди. Вот наконец, вот какие. А то там голые. Подготовьте заранее. Мы третий раз встретились сегодня, в течение часа с вами. Это вообще диво просто. Да. Слава Богу, что есть такие люди, как вы, которые вот столько трудятся. Мы несем Слово Божие им. Я скажу мусульманам, когда они... Это я показываю вот эту книгу Библии. Я говорю, смотрите. Они шесть букв, они не могут прочитать. О, это не наша книга. Я говорю, а ваша может вот эта книга? О, это наша. Я говорю, тогда считай, что написано. Из ста человек ни один не мог прочитать. А я его вот так уберу, теперь восстанови, напиши, что прочитал. Он даже про это не говорит. Я говорю, вы умеете только по чужим бабам лазить. Вот не зря вас начало очурки с глазами. Он захохотал. Я просто приболел немножко, приболел немножко. Плохо себя чувствую, настроение плохое. Я тут вас увидел. Вот, сразу поднялось. Ну, у нас что, лето приближается. В деревне будем. Встречать гостей будем. Уже сейчас просятся. Да. Сибирь. Ну, про Сибирь как говорили. Если что, Сибирь, государство российское будет перерастать в Сибири. Ломанов со сказал. А в Сибири, Алтай, это жительница Сибири всей. Да, да, да. Тут просторы до горизонта. Пшеница, не видать конца, подсолнечники. Свекла, все растет. Это вы в Потеряевке находитесь? Я сейчас в дереве, это в городе Барнауле. В Барнауле? В Барнауле. Вчера Володя выехал. Лето? А на лето. С 10-го там, в июне примерно. Мне как раз день рождения будет. Будет 80 лет.